Привет, друзья! С вами Илья, и вы смотрите 169-й выпуск информационной программы новости Apple, в которой мы обсуждаем события, произошедшие в мире яблочной корпорации за последнюю неделю. Итак, сегодня в выпуске. iPhone SE пользуется популярностью у покупателей. Apple выпустила iOS 10 Beta 3. Снимки подтверждают существование iPhone 7 Pro и многое другое. А для начала пробежимся по не самым значимым событиям этой недели. Итак, новости одной строкой. На этой неделе Apple выпустила новые версии своих операционных систем, в частности iOS 9 3.3, OS X 10, 11.6. Каких-либо существенных изменений замечено не было. Оба обновления устраняют ряд ошибок и багов и несут в себе общее повышение стабильности и безопасности работы системы. Компания Apple внедряет так называемую технологию звуковых отпечатков iTunes Match для наиболее точного определения треков в медиатеке пользователей. Если раньше замена локальной копии на облачную могла происходить некорректно, например, запись с концерта заменилась на оригинальную, то новая технология должна исключить подобные прецеденты. Недавно Apple подала патент, в котором описывается пульт дистанционного управления Apple TV с сенсорной панелью, которая различает силу нажатия. Пользователь сможет манипулировать элементом на экране одним образом при относительно легком прикосновении, или другим образом при усиленном нажатии, говорится в патентной заявке. На этой неделе разработчикам стала доступна третья бета-версия новой операционной системы iOS 10. Помимо косметических улучшений и повышения стабильности работы, Apple добавила в новую бету ряд новых функций, которые ранее не были замечены на iPhone и iPad. Так, например, в новой бете владельцы iPhone 6s и 6s Plus могут заблокировать свое устройство с небольшой вибрацией, как в 3D Touch. Новая функция появилась в разделе «Универсальный доступ». Теперь можно разблокировать устройство, приложив палец к сканеру отпечатков пальцев без нажатия на кнопку Home. Помимо этого, в iOS 10 Beta 3 не просто можно поделиться приложением, используя 3D Touch, отныне указывается и название программы, чего не было в прошлых бетах. Шрифты в разделе «Пункт управления» изменились и стали еще лучше. Также Apple наконец-то исправила баг, с помощью которого можно было прочитать сообщение прямо с экрана блокировки. Из мелких нововведений стоит отметить появление обучающих видеороликов в приложении «Здоровье», улучшенный интерфейс управления «Умным домом», а также некоторые изменения в переводе. Что касается времени автономной работы, то здесь все не так однозначно. Кто-то говорит, что работать iPhone стал дольше, другие наоборот жалуются. С полным списком нововведений вы можете ознакомиться на нашем сайте, а если вы уже установили новую бету и нашли то, о чем мы не упомянули, делитесь своими находками в комментариях. Когда Apple только представила iPhone SE в марте этого года, многие отнеслись к новинке скептически. Мол, новое железо не спасет старый дизайн и вообще устройство ждет провал. Однако сейчас, когда позади первый квартал после запуска iPhone SE, можно утверждать, что смартфон оказался весьма и весьма популярным. Эксперты СИП в своем отчете заявили, что всего за три месяца iPhone SE занял 16% американского рынка iPhone. Для смартфона, который не планировался как флагман, это очень даже хороший показатель. Кроме того, свою задачу он выполнил. Почти треть покупателей iPhone SE составляют бывшие владельцы iPhone 4S. Помимо этого, за последний год существенно увеличилось количество желающих приобрести iPhone с большим объемом памяти. iPhone SE преимущественно покупают с 64 гигабайтами на борту, несмотря на высокую стоимость по сравнению с 16-гигабайтной версией. Как изменится ситуация с выходом нового iPhone, узнаем уже через пару месяцев. Компания Apple может в очередной раз отойти от привычной концепции развития линейки iPhone и представить на сентябрьской презентации не два, а три новых смартфона. Первоначально оригинал снимка появился в китайской социальной сети Weibo и, несмотря на неподтвержденный характер его содержимого, полностью соотносится с имеющимися слухами. Ранее предполагалось, что в Купертино планируют заменить плюс-модификацию так называемым iPhone 7 Pro, который и должен исполнить роль истинного флагмана компании. При этом информация об аппаратном наполнении профессионального смартфона всё ещё остаётся достаточно неточной и противоречивой. Отличить флагманскую новинку от более простых модификаций сможет двойной модуль камеры с разрешением 12 Мп, магнитный разъём Smart Connector, а также полноценная защита от попадания внутрь корпуса воды и пыли. Весьма странной особенностью устройств, изображённых на снимках, является добавочный индекс S на задней панели, прямо указывающий на обновление второго цикла. Возможно, в Купертино всё же решили приберечь седьмой индекс для обновления 2017 года. А на этом всё, наслаждайтесь летом, с вами был Илья, встретимся через неделю, пока! Субтитры создавал DimaTorzok